В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Минимум одно машино-место на квартиру. Депутаты обсуждают нормативы градостроительного проектирования. Весеннее обострение. В Сарове зафиксирована вспышка гриппа. Новые стандарты. Во второй гимназии собрались участники проекта «Школа Росатома». Далее расскажем обо всем подробно. Количество машин и мест. Минимум одно на квартиру. Радиус их пешеходной доступности до одного километра. Такие показатели прописал в новых местных нормативах градостроительного проектирования разработчик документа. У депутатов к ним возникло множество вопросов, поэтому обсуждение важнейшего для города документа было решено продолжить. Подробности далее. Принятие новых нормативов неизбежно приведет к значительному подорожанию квадратного метра жилья в новостройках. Чтобы вписаться в него, застройщику необходимо будет предусматривать в разы большее количество парковочных мест. И учитывая дефицит земли в Сарове, возможно, это будут подземные или отдельно стоящие многоуровневые паркинги. Если применять предложенные вами параметры, то их второй выполнить нереально. А если выполнить нереально, возникает элемент чего? Изменения. А изменения кем вносятся изменения? Вот здесь вот кто-то уже говорил, Алексей Владимирович, по-моему. Здесь уже элементы коррупционной составляющей. В предлагаемых нормативах все жилье поделено на четыре категории. Бизнес-класс. Для него по документу предусмотрено два машиноместа на квартиру. Эконом-класс – одно и два машиноместа. Муниципальное жилье – одно место и специализированное. Показатель 0,7. Пешеходная доступность парковок от 800 до 1000 метров. Обратили внимание? Вот здесь написано эконом-класс, который отменил президент. Отменил. Здесь уже заложено априори неверно. Распространяются ли ваши документы на зону сложившейся застройки. Если я хочу расширить проезд, чтобы сделать парковку, а у меня нет реальных условий, как быть? Значит, ваши нормативы – грош цена. Вот эти два машиноместа в бизнес-классе, один и два машиноместа в эконом-классе и так далее. Они могут быть, в том числе, и за пределами земельного участка, находясь в зоне пешеходной доступности, так? Требуемое для объезда количества машин и мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отвезенного под инструкцию. И этот пункт ровным учетом есть и региональный норматив. Поэтому ничего нового. А это пешеходная доступность к чему? Вдруг у вас большой земельный участок. Нормативы градостроительного проектирования – это важнейший документ, который определяет минимальные показатели обеспечения населения объектами местного значения, а также максимально допустимый уровень их доступности. Говоря проще, именно этот документ диктует, сколько в городе должно быть школ, детских садов, поликлиник, спортивных залов и так далее, и каков радиус их доступности для горожан. Эти нормативы для Сарова начал разрабатывать в конце прошлого года проектировщик из Волгограда. В ноябре 2017-го он получил от нашей администрации техзадания, пожелания и предложения и приступил к работе. В итоге единственной встречей с проектировщиком оказалось заседание Думского комитета, на котором проект местных нормативов градостроительного проектирования был представлен депутатам уже к утверждению. «Вот он сейчас разработан, вам осталось его утвердить». «Здесь первый раз? Первый? Я не без памяти сюда хожу. Вы чего? Первый? Коллеги подтверждают первый раз». И при этом первом подходе к итоговому документу у присутствующих возникло множество вопросов. Прежде всего, если местные нормативы разрабатываются на основании региональных, то в чем их принципиальное отличие? Впрочем, четких ответов добиться не удалось. «Муниципальные образования, у них есть свои особенности, какие-то там климатические особенности, особенности даже в демографии, например». «А какие особенности у города Сарова, которые вам администрация предоставила, наверное, в том, что это…» «Рабочая иммиграция, да. «Рабочая иммиграция, да, это понятно». «Ну, то есть обычно это…» «В каком проценте, в какой цифре, как выразилось? Сколько? Тысяча, двести?» «Вот сейчас не скажу, к сожалению». Вопросов к проекту документа возникло столько, что выносить на заседание Думы его рассмотрения народные избранники не решились. Было предложено все замечания направить проектировщику в письменном виде и после ответов на них вновь собраться и обсудить нормативы градостроительного проектирования. «По-умному при доме или при главе города должен быть хотя бы общественный градостроительный совет, который бы внимательно все прочитал специалисты и депутатам выдал цели, задачи, механизмы применения. Вот мы находимся сейчас в этой точке, а вот эти нормативы позволят нам достичь коммунизма, будет жить комфортнее и лучше людям. Для чего мы их принимаем? Я не вижу. Мы ПСЗ, когда утверждали, ну давайте, это стадобище было, на комитетах мы их отклонили. Собрали фракцию Един России и с голоса их приняли. Стыдоба. И вот сейчас нас толкают по этому же пути, не читая, поднимите руки». До следующей думской сессии депутаты вновь вернутся к обсуждению местных нормативов градостроительного проектирования на одном из заседаний комитетов. Решить судьбу документа они планируют уже в ближайшее время. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В 24 российских регионах зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Превышен эпидемический порог и в нашем городе. В настоящее время уже приостановлен образовательный процесс в лицее номер 15 и в 16 классах других школ. Чем обусловлена вспышка эпидемии и кто больше всего подвержен заражению? За ответами на эти вопросы мы обратились к специалистам. Подхватить простуду в начале весны – дело обычное. Весенний сырой воздух и плюсовая температура нравятся вирусам больше, чем зимний мороз. И если прибавить к этому ослабленный иммунитет, перепады температуры и переохлаждение из-за нашего стремления побыстрее сбросить тяжелую зимнюю одежду, то возникнут идеальные условия для инфекций. Особенно в местах большого скопления людей. Мы наблюдаем такой подъем еще и заболеваемости, потому что у нас было массовое скопление людей на избирательных участках. И люди все ответственные, не стали многие вызывать на дом избирательные комиссии. И несмотря на то, что чувствовали себя не очень хорошо, на избирательные участки пришли. В нашем городе эпидемпороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 50%. При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Но лидируют все-таки школьники до 14 лет. Вот заболеваемость в этой возрастной категории представлена наиболее высоко. Далее следуют взрослые, за ними дети до 14 лет. И меньше всех болеют у нас в этот период дети неорганизованные, маленькие, которые не посещают детские дошкольные учреждения, у них меньше контактов. Чтобы не подвергнуться заражению, врачи советуют избегать мест большого скопления людей. Также защититься от респираторных вирусов поможет маска. Но только если правильно ее использовать. Во-первых, маски используются именно здоровыми людьми. Мы маски не одеваем на больных. Маска не безгранична. И в зависимости от вида маски, обычно это при покупке ее в аптеке, можно посмотреть, сколько часов она действует. После этого она не подлежит ни стирке, ни обработке. Ее просто выбрасывают, она одноразовая, и используют следующую маску. И в таком режиме, если она используется, то, конечно же, она защищает. Ну и, конечно, в период эпидемии обязательно соблюдайте меры стандартной профилактики. Мойте руки, проветривайте помещение, делайте влажную уборку и принимайте витамины. При появлении первых признаков гриппа специалисты просят вызывать врача на дом, а не вести инфекцию через весь город в поликлинику. Мария Руинч, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Завершается прием анкет по оценке развития предпринимательства в муниципалитетах. Согласно распоряжению главы региона, правительство Нижегородской области ежегодно будет формировать рейтинг эффективности муниципалитетов на основе опросов. Для участия в нем необходимо заполнить специальную анкету на сайте областного министерства промышленности. Все полученные данные помогут показать проблемные точки в развитии области как в целом, так и по отдельным территориям, а также дать оценку работе муниципальных властей в сфере развития предпринимательства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, повышение выплат затронет почти 4 миллиона человек. Согласно документу, при индексации социальных пенсий также поднимутся выплаты и некоторым другим категориям граждан. Глава региона Глеб Никитин утвердил новую программу развития промышленности в Нижегородской области. Она рассчитана на периоды 2020 года и ставит задачу увеличить объемы промышленного производства до 1,5 трлн рублей в год. Упор будет сделан на приоритетные отрасли. Это оборонно-промышленный комплекс, приборы и машиностроение, легкая промышленность, а также ряд других направлений. Юные саровчане сыграют в эфире федерального канала. Ребята из 2-й гимназии примут участие в популярной игре «Сток одному» на телеканале «Россия». Съемки программы, в которой за победу поборется команда активистов российского движения школьников из нашего города, пройдут в Москве 26 марта. В администрации прошло заседание Координационного совета по отдыху и оздоровлению детей и молодежи. По данным специалистов, бюджет, выделенный на летнюю оздоровительную кампанию, в этом году увеличен до 32 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение питания воспитанников, а также на финансирование трудовых бригад. Подробности в следующем репортаже. Подготовка к летнему оздоровительному сезону начинается задолго до окончания учебного года. Школьники еще не ушли на весенние каникулы, а руководители образовательных учреждений уже озабочены вопросами организации питания в пришкольных лагерях и составлением графика смен в загородных оздоровительных центрах. Сегодня у нас есть путевки, которые предоставляются на безвозмездной основе, и мы фактически их получаем бесплатно. Есть путевки, которые компенсируются часть стоимости, и есть путевки с частичной оплатой, когда к нам приходят за возмещением расходов, приобретая самостоятельно путевки. В этом году на базе лагеря «Гайдар» пройдет весенняя смена, отдохнуть на которой смогут 179 детей. В условиях высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ педагоги и медицинские работники будут уделять большое внимание профилактике вирусных заболеваний. Перед посадкой в автобус медицинский персонал еще раз проведет опрос и визуальный, скажем так, осмотр на выявление признаков острого респираторного заболевания. По приезду повторный осмотр, опрос, плюс сегодня уверяют все справки в региональном управлении, все контактные будут взяты на заметку. Согласно новым правилам, все автобусы, осуществляющие детские и пассажирские перевозки, должны быть оснащены проблесковыми маячками или спецсигналами. А в период проведения чемпионата мира вступят в силу ограничения на организованные транспортировки несовершеннолетних по всей территории Нижегородской области. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей СОРОВ, 24. В конце прошлого года педагог гимназии номер 2 Светлана Пухова стала победителем конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». И уже сегодня преподаватель проводит стажировки по собственной авторской программе. Послушать о новых технологиях обучения и воспитания школьников и поделиться собственным опытом съехались педагоги из 11 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Главная тема трехдневной стажировки учителей – это формирование у старшеклассника навыков ответственного выбора. Три дня лекций, семинаров и практикумов позволят педагогам не только найти новые векторы в системе образования, но и обменяться опытом с коллегами. По итогам стажировки, как мне кажется, коллеги должны уехать не только с эмоциональным ощущением и превращением культурным от нашего города, но еще и профессиональным превращением. Потому что к 2020 году планируется, что старшая школа существенно изменится в нашем образовании. У Натальи Матвичук за плечами солидный педагогический опыт. Но узнав тему стажировки, она решила, что хочет поближе познакомиться с новаторскими идеями саровского преподавателя и обсудить с коллегами новые технологии в образовательном процессе. У нас очень много общего и в то же время у нас есть что-то свое. И вот такие мероприятия, они помогают вот этим своим обмениваться. И мы все прирастаем чем-то, что делает нас лучше, интереснее для, в первую очередь, для наших обучающихся. За три полноценных рабочих дня педагоги смогут не только прослушать и записать лекции, но и применить полученные знания на практике. А также проанализировать сильные и слабые стороны представленных проектов. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей СОРОВ-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Сегодня я получила красный диплом. Для меня это очень счастливо. Нагуэн Тхимо – одна из 99 иностранных студентов, ставших сегодня частью большой атомной семьи. Дипломы о высшем образовании Национального исследовательского ядерного университета МИФИ открывают перед этими ребятами поистине фантастические возможности стать в своих странах первыми обладателями теоретических знаний и практических умений в сфере управления атомной энергией. Самое главное – у них в глазах интерес к новой работе. Я думаю, мы их всех научим работать правильно. Будем стажировать их на рабочих местах, на российских станциях. Я думаю, через годик они уже будут полностью в деле. Студенты, которые сегодня выпускаются – это мировая элита атомной энергетики. Особенно мы поздравляем, конечно, наших 35 турецких студентов, потому что мы компания-работодатель, и мы готовы этим студентам предложить уже рабочие места. Работать новоиспеченные специалисты из Турции будут на первой в этой стране атомной станции Акуью, сооружаемой Росатомом в провинции Мерсин. К слову, на сегодняшний день российские атомщики возводят 33 энергоблока в 12 странах мира, в которых уже через 3-4 года спрос на профессиональные кадры будет очень высок. А так как на подготовку высококлассного специалиста зачастую требуется больше времени, чем на строительство АЭС, то Росатом уже сегодня ведет активную работу в этом направлении. Количество стран, с которыми мы работаем, им порядка 40, у нас разные партнерские программы. Безусловно, у нас одна из лучших систем профподготовки. По признанию экспертов, МИФИ является одним из лучших инженерных вузов России и входит в топ-100 мировых университетских рейтингов по физике. Образование, полученное здесь, даст возможность иностранным студентам, даже тем, в чьих странах пока нет атомных станций, построить карьеру в других сферах. Ну а к тому моменту, когда атомная энергия будет востребована и в их государствах, они станут просто незаменимыми специалистами. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.rom. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.